Так выглядели улицы Гастелло и Петрозаводска еще пять дней назад. Под потопление попали сотни домов. Сегодня последствия наводнения устранены. Дом Марины Дарсиговой находится у самого берега реки Хирота. Большой удар волны принял на себя бетонный забор, который и защитил коттедж от разрушения. Но само ограждение превратилось в обломки. Убрать такую груду сама женщина, естественно, не может. На помощь хозяйке пришли сотрудники городской службы спасения, которые производят очистку русла реки рядом с ее домом. Администрация помогает. Сейчас последствия. Забор этот вынесут. Вчера с администрации девочки приходили. Помощь есть. Очень быстро спасатели. Вчера МЧСники почистили всю речку. И сегодня помогут убрать мне забор. Молодцы. Администрация молодцы. За помощь спасателей и сотрудников городской мэрии благодарят и жители других домов, которые также расположены по периметру Хироты. Техника работает уже вот пятый день. По-моему, с техникой все в порядке. Мы местные жители, мы очень рады и довольны тем, что вот все это быстро очищается. Ребята работают и днем, и ночью. Вот руководитель службы спасения города, он и ночует здесь в машине. Поэтому спасибо им великое. Во всю работу идут и на улицах Кирпичная и Гастелло. Сонаведение порядка. Здесь ответственные предприятия Сочи Теплоэнерго. Его работники ранее помогали жителям убирать мусор у домов. Теперь восстанавливают тротуарную плитку. Также подключены подрядчики наши к этой работе. Не только наши люди, не только с Адлерского участка. И с Центрального района, и с Лазовского района люди приехали. Ну, с чем можем, помогаем, все делаем. Объем работы еще большой, говорит прораб. Ведь помимо плитки и асфальтового покрытия ведется восстановление детской площадки и других объектов, которые расположены на особо пострадавших участках Адлерских улиц. Но, несмотря на это, жители отмечают, что благодаря общим усилиям всех служб Сочи уже вернулся к спокойной жизни.